Раннее-раннее утро, 8 октября, в Латвии объявили оранжевое предупреждение. Густой-густой туман. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас у нас примерно 8 утра, и на море такая красотища. Смотрите, всё в тумане. Девушка в тумане. Смотрите, какой красивый рассвет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красиво, но холодно. На улице всего 2 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вон даже листья дрожат от холода. ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 За 7,99 Такой комплект Для приправ. Видите, такой С баночками Можно засыпать все приправы, что есть дома И чтобы они вот в одном месте так стояли Давайте это Уберем сюда Вот так это выглядит Стоит 7,99 Довольно-таки много еще Так, вот какой-то еще Обогреватель 34,99 сейчас Lidl цена Так 3,99 значит Тащить ножи Штукенция Для выпечки Разные формы 3,99 есть 5,99 Здесь две вистаки С поддончиком И вот такие Так, это мы видели Блендер ручной 16,99 О, какая-то плита Интересно 39,99 Смотрите, какая-то такая Эксклюзивчик Эксклюзивчик Размерчики Так, это мы Видели Универсальная Крышка Видели Измельчители Многофункциональные Видели 9,99 Так, здесь у нас 2,99 Комплекты Коробочек Досочки Все, что осталось Тоже все, что осталось О, это что? Для газа, да? Я так понимаю Такая А, это все одинаковое 12,99 29,99 Ароматический диффузор Какой-то Смотрите, разноцветная Так, а здесь что? Это для туалетной бумаги И сам, собственно Вантус 3,99 И здесь разные тоже 2,99 Принадлежности Баночки Для жидкого мыла Окна мыть В общем, здесь разная мелочевка О, это, знаете что? Шторки Занавески в ванну 4,99 Разные картинки Разные узоры Смотрите, хотите с пальмами Что-то еще есть такое интересненькое Вот это что? Все Несколько цветов всего 180 на 2 9,99 Халатики Женские Шлепанцы, наверное Пляжные, да Распродаются 3,99 Расческа 2,49 Крючочки Свечи Все, сезон свечей начинается Сейчас будет все в свечах Душевой комплект Так, у нас также есть вот такая история Такая здесь, видите, за 30 евро С одним баллоном Горелкой баллона У нас, по-моему, три баллона Попалось в палете Тут все, что с этим связано Это мы заехали в курсы Тут всякие плиты Газовые баллоны для плит И так далее Смотрите, нашла мужской писсуар Такой Видите, разные Разные есть формы Смотрите, сова 21,99 И такая Именно написано Сова Вау 13 евро 19 центов Такая красотка Есть уточки Это у нас, значит, садовый декор Эти Ой, слушайте, это классно Такие легенькие Красота, конечно Сейчас, наверное, уже не сезон Вот Орел Прилетел тоже Красавчик такой И здесь у нас тоже уточки Эти мальчики, мальчики Я с утра уже, видите В строительном магазине гуляю Такой тоже красавчик есть тут Фламинго Значит, фламинго у нас стоит 27,99 А 32,99 Стоит у нас аист Тоже, видите, красавчик такой Лежит уставший Нашла себе местечко Где, если что, можно, видите Присесть Со своим товарчиком И продавать Видите, здесь сразу вон Электричка Из Риги приходит И сразу люди ко мне Буду здесь их встречать Я тут еще никогда не гуляла, кстати Вы товарчиком? Вы ко мне? Не стесняйся, подходите Я как бы так не продаю Только в шоурум, только показываю Все только через сайт Все только через сайт То есть вы смотрите Мы вам высылаем счет Вы оплачиваете И получаете товар Так я ничего не продаю У меня нет даже кассового аппарата Ничего Но посидеть можно, отдохнуть Почему нет? Интересно, сколько стоит здесь место? Вот это вот, я поднимаю одно место Сколько стоит вот так вот взять И продавать что-нибудь Не знаю что Раньше реально можно было арендовать По-моему, когда-то помню За два лата Местечко на базарчике И сидеть торговать Сейчас вообще не представляю даже Как это все происходит Значит я тут хожу, снимаю, снимаю И вспоминаю по какому райончику я вообще хожу Это же Слока Тут телефон надо прятать на улице И все остальное Это абсолютно не так Настя По-моему, сейчас еще раз Фантипс То-парт Фантипс Требный Фантипс Фантипс Райончик Фантипс Фантипс Решила проехать немножко по дворам. Так, ну что, продолжим мы с вами видео с моря. Идем с вами на закат. Хочу обсудить одну такую темку. Сейчас переверну камеру. В общем, хочу поговорить с вами про отопление. Хочу спросить, включили у вас или нет. И также, видите, сейчас перед нами домик. Хрущевочка. Ну, неважно, в принципе, хрущевочка или девятиэтажечка. Без разницы. Сейчас перейдем дорогу и продолжим. Я надеюсь, мы успеем на закат. Так, у нас сейчас одиннадцать градусов тепла и шесть часов двадцать одна минута. Ю-ху! Кисю сидит, смотрите, ждет хозяев. Ворота открыла и сидит, ждет. Кс-кс-кс-кс-кс. Она на латышском только. Китти-китти-китти. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Не-а. На английском, наверное, не слышит. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Привет! Привет! Моргнула. На улице прям хорошо. Не могу. Вот как тут снимать, когда идешь? А тут столько красавчиков. Сейчас покажу. Ну, вы только гляньте. Вы только гляньте на это чудо. Вот как тут идти и не снимать, а? Вот скажи, как? Круссовчик такой. Пока со всеми пообщаюсь, забуду вообще, о чем речь, о чем мы с вами разговаривали. Так вот, на улице не так хорошо, так тепло, что не скажешь про квартиры. Напишите, включили ли у вас отопление. У нас еще нет. И хочу сказать, что вот это вот переход, переход именно когда включается и отключается отопление, это катастрофишь. Высокая влажность в квартирах. И не секрет то, что сейчас квартиры страдают от грибка. Да. И хочу сказать, что даже шикарные апартаменты, где снимают, да, квартирки, снимают туристы, даже там имеется грибок. Даже когда ты покупаешь за большие деньги, снимаешь, даже там проблемы с грибочком. И все это происходит именно из-за влаги. Вот именно в тот момент, когда отключают у тех, у кого регулируется отопление, они в целях экономии тоже пораньше отключают и начинаются. Вот сейчас самая главная новость, самая обсуждаемая новость, это когда же включат. Квартиры просто все текут. Стены мокрые. Внутри, да, обои, стены мокрые. Значит, полы липкие. На кровать с работы приходишь, люди говорят, кровать мокрая, вся влажная. Вот. Значит, у нас что получается? Что по бизнесу у нас? Значит, летом это у нас кондиционер. Зимой это сейчас обогреватель. И, конечно же, осушитель. Это то, что вот в это время нужно, да, чтобы он забирал влагу. Но, к сожалению, не все могут себе это позволить. У меня, например, нет осушителя. У меня чисто физически негде его хранить. У меня уже и кондишка, и то, и сё. Ещё и осушителя. Это вообще... Вот. Так что мы сейчас страдаем. Расскажите, как у вас с этим делом? Интересно, и как вы боретесь? Ну, тут, конечно, красотень, как всегда. Вот. Что у нас тут происходит? Так, спокойно, спокойно. Хорошо, хорошо. Вот я обожаю так. Рано утром выходить и вечером. Смотрите, что делается. Я сама лично работала, сама лично убирала этот грибок, чтобы хотя бы в момент заселения люди не видели, что он вообще имеется. Вот. И друзья тоже недавно приезжали, брали себе апартаменты, недешёвые, я вам скажу, да, квартирку. Вот. И то же самое, пожалуйста, грибок. Так что это сейчас у нас проблема number one. Многие ругаются и говорят, вот столько лет этим домам, ну, неужели не могли хотя бы вот эту вот отопительную систему, столько платится, да, за эти дома, за эти квартиры собственные, неужели не могли как-то обрубить отопление и сделать всем регулируемое. И чтобы вот когда такая погода, когда начинается сырость, вот эта вся, холод, хотя бы на минимум включали, чтобы сухо было. Не знаю, может это не так всё просто, но в моей голове как-то и у соседей как-то просто получается. Вот так. Так что это, получается, минусы, минусы иметь собственное жильё в Юрмале. Не у всех, конечно, я за всех не говорю, но знаю то, что у многих есть эта проблема. Значит, подведём итоги с Вероникой Слайф. Как прошёл сегодняшний день? В принципе, прошёл хорошо. Было несколько встреч, несколько встреч со зрителями. Также после вчерашнего видео несколько резервов образовалось. Ай! Чуть не упала аж. от радости. Вот это, в общем, надо быть внимательными, потому что, видите, как я камеру в руки взяла и здесь чуть ногу себе не подвернула. Вот. Смотрела ужасное видео, как девушка одна очень неудачно упала, снимая видео из себя. Не думала ни о чём. Взяла и упала насмерть. поэтому будьте внимательны. Я тоже, видите, как даже камеру переключила. Вам показываю море, а сама смотрю под ноги. Потому что это не шуточки. Это не шуточки. Сейчас и дети смотрю. Это уже довольно-таки давно. И дети у нас в телефонах. Я имею в виду, даже дорогу переходят в телефоне. Ну и дети, и взрослые. Вот надо как-то повнимательнее немножко. Эти две девушки по-моему в Грузии две девушки снимали вот так вот видео. Шли, веселились, друг друга снимали. И так на радостях даже одна из них не заметила то, что впереди подземный переход. И там была очень-очень маленькая, не знаю, то ли 50, то ли 20 сантиметров всего этот барьерчик. Все, упала. Так что после этого, ребят, во-первых, такая нелепая смерть, это ужас. А во-вторых, внимательнее. И детям тоже надо сказать. Я своим говорю, вот, но очень много вижу, очень много вижу, что дети так идут, вот так вот просто через дорогу переходят. А, остановился и все. Не смотрят, кто там едет. так что очень невнимательные. Продолжаем подводить итоги с Вероник с лайф. В общем, сегодня у нас должно было быть собеседование. Мои зрители, которые ко мне приезжают, они это знают. Я рассказала. Значит, собеседование должно было быть. Ну, блин, что-то я начинаю верить в знаки. Я начинаю верить в знаки, то, что, скорее всего, это не мое. Красота. Самолет летит красиво так. На телефоне не так, конечно. В общем, я начинаю верить в знаки, потому что, как только я куда-то договорюсь на собеседование, меня просто закидывают другой работы. Когда, ну, и даже идут продажи. И даже вот это тоже все как-то идет. Все так хорошо. Вот. Как только стихает, я начинаю думать, так, надо бы еще какую работку найти. Что-то как-то мало мне. Там поработать, там маловато как-то. Вот. И, получается, поехала сегодня на собеседование. Договорились после 10. Но после 10 это для меня 12 тоже после 10. Я примерно в это время приехала, а людей не было на месте. Вот так. я считаю, что это знак. Так, здесь, значит, у нас один упрямый друг. Упрямый, все, гордый, даже повернуться не хочет. Ну, что ты не поворачиваешься? Ой, вообще улетел. Ну, все. Ну, все, все, я с тобой тоже не разговариваю. Пока. Вон там еще несколько. Ну, у этих тоже тут серьезные дела. Что-то они сегодня малообщительные. Видимо, тоже завалили их работой. Да? Тоже свои дела. Не будем им мешать. Ну, в плане, видите, червяков сколько. Все, пока вот это вот перебери. Тоже, извините. Работы, да, кипит у вас тут. Ой, все, все, все. Вообще, никто не хочет со мной общаться. Ты тоже улетишь? Ты тоже улетишь? Ох, ну, хам. Ну, это нормально вообще? Сидели, никого не трогали, нет, надо. Я подошла, улетели. Вот засранцы. Ну, ты-то, котик, останешься со мной? Пообщаемся? Пообщаемся немножко? Я думаю, что они эту куртку не признают. Ну, точно. Ну, вот так вот можно походить. Вот. Пойдем, пойдем. Вот те бозички. Ой, а лапку-то как загибает. Что-то с лапкой у него. Что у тебя с лапкой? Что у тебя с лапочкой? Потрепанный весь. Да, точно, лапочка загнутая. Ты хоть со мной остался. Молодец. Молодец такой. А пришла-то я море показать. закат. Закат. Молодец. Молодец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что всё, завтра много дел переделаем. Что-то я немножко подмёрзла. В общем, мне тут комментарий прилетел. Я как бы нормально к нему отнеслась. Смотрите, какая красота. Я к нему нормально отнеслась, но мне пишут, что... Ну, женщина написала, Вероника, там, текст-текст, а потом, Вероника, ты ради лайков очень часто повторяешься. Хочу ответить всем, что я повторяюсь из-за невнимательности, из-за того, что я иду постоянно сбиваюсь, кто-то всё время меня встречается по дороге, я теряю мысль. Да, и так бывает. Я теряюсь. У меня всё происходит в лайф-режиме. И поверьте, если бы у меня было много вырезано, если бы была более грамотная речь, если бы я так часто не повторялась, я думаю, лайков было бы больше, наоборот. Так что прошу принять у меня такую, какая я есть. Вот прям в лайф-режиме, без всяких приукрас. Делюсь с вами моментами из жизни. Тут у нас небольшой кипиш, небольшие разборочки. Это тоже я не планировала. Это они тут сами, без меня, что-то решили. Ой, прям у них тут серьёзно. Разборки. Надеюсь, это не обо мне. Смотри, что делаю. Прямо нападают друг на друга. Чернючее-чернючее небо. Нехорошо будет, если они сейчас все дружно решат почистить кишечник. И я тут такая стою, да? Стараюсь немножко здесь уладить конфликт, потому что это уже не шуточки. У меня тут прям настолько серьёзно всё. Я тут Машус стою, Машус. Успокойтесь, успокойтесь. Видите, вроде как разогнало. Вроде как стихли. Мне так нравятся даже вот эти лужи. Какое здесь классное отражение. Прямо зеркальное. Шикарно. Просто шик. Короче, ворону успокоила. Можно спокойно теперь идти домой. Даже в магазин сегодня не пойду. Ни в эфир не пойду, никуда. Мне сейчас нужно бежать. У меня назначена очередная встреча. Немножко другой ракурс. Мне сегодня вспомнилось... Нет, наверное, так лучше. А так светлей. Мне сегодня вспомнилось, как... Когда я вам прилавки показывала, что буду здесь торговать, вспомнилась, как мы маленькие играли с девчонками во дворах. Выносили просто... Мы заходили домой и... Так, чтобы взять, чтобы взять, чтобы продать. И вот тащили всё это во дворы и продавали за листики. Веточки, камушки. Продавали камушки, веточки. И всё это за листики. Листики это были деньги. Вот. А товар чаще всего был настоящий. То фантики, то жвачки. Вот. И всё потом стопки зелёных считали. И шли к себе домой в шалаш. Да, вот это вот лето раньше проводили. Всё, друзья, на этой прекрасной ноте будем с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. И всем пока! Только что пробыла в моменте дежавю. Как будто бы это уже всё происходило. Понимаете, я шла в ту сторону. Мужчина выходил, шёл через дорогу в другой дом. Сейчас иду, то же самое. Те же дети здесь кричат. Светофор. Дом. Вообще полностью вся обстановка, как будто я здесь уже проходила. Как часто у вас такое происходит? Интересно. Да, мы здесь с вами уже были. Вот реально. Фрею. Нормальная такая Фрея она. Фреечка. Фрея. Фрей. Фрея. Фрей. Ну ладно, спи, отдыхай, девочка. Видите, даже кошка уже на полу не ляжет. Теперь ей обязательно только плед. Потому что всё, уже прохладненько. Скажи, пока отопление не включили, никаких подоконников, никаких полов. На какое-то время половая жизнь как бы только через пледик, да, Фреечка? Только пледик, скажи так, а так. Вот, скажи так и живём. Сейчас вот вечер. Все укутались, скажи, сидят, потому что холодно. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.